Трагедия произошла 4 августа. В тот день мужчина пришел к бывшей жене, попросил отпустить с ним детей. Она отказывалась, ссылаясь на то, что он неважно выглядит. А тут отказ детей, и дочка расплакалась. Старшая дочка Василиса расплакалась. В связи с тем, что мама не отпускает ее с отцом в дворке. Не важно куда, просто не отпускает с отцом. Тогда мужчина предложил бывшей жене пойти на кухню и поговорить. Он надеялся, что она изменит свое решение. Но этого не произошло. Она стала заниматься домашними делами, обсуждать детей, отказалась. Потом пошла в ванную. Там и произошло самое страшное. Мужчина вспомнил, что у него в кармане находится нож. А нож Вы специально с собой принесли в тот вечер? В тот день, точнее. Я его бросил в сумку. У меня были уже мысли. Мысли на что? Ну, то, что убить ее. Что Вас подтолкнуло к этому? Я неадекватное состояние. Страх за своих детей. Я за них очень переживал. Настолько, что я уже перестал контролировать. А за чем Вы переживали за детей? Ну, в совокупности. Вся жизнь моя с ней, ее отношения к детям. Мы все вместе. И последнее. Я начал подыл иск в суд на определение времени общения. Она старалась сделать все, чтобы вывести меня из себя. У меня получилось. Он нанес удар бывшей жене, когда она разбирала белье. Я помню, она головой уже упала. Ну, лицом ко мне, короче. То есть, она, получается, стояла к Вам спиной, правильно? Ну, да. Блубже, там, не в проходе. Ну, понятно. Да, потом упала. Вы нанесли, получается, удар в количество? Я не понял. Он понял, что натворил. Когда увидел кровь, признаков жизни, к тому моменту, женщина уже не подавала. Тогда, чтобы скрыть следы преступления, высыпал на убитое белье из корзины, закрыл дверь в ванной, собрал детей, игравших в соседней комнате, вызвал такси и уехал. Квартиру вернулся позже, чтобы вызвать полицию и сознаться в преступлении. При осмотре с участием судебно-медицинского эксперта были обнаружены телесные повреждения в области шеи, а именно ножевые ранения с повреждением внутренних органов шеи. Незамедлительно было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть убийство. Сейчас мужчина находится под стражей. Детей забрали родственники. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».